Приветствую всех зрителей и подписчиков нашего канала! Лязг гусениц, скрежет брони и близкая танковая канонада уже очень сильно ощущаются в комментариях к нашим видео, посвящённом бронетехнике. Не менее остро происходят столкновения на море и в воздухе и иных направлениях нашего виртуального творчества. Спасибо всем, что вы подписываетесь на наш канал и пишите аргументированные комментарии. Очень приятно, что число подписчиков постепенно растет. Призываю всех новых зрителей также более активно подписываться на канал. Мы же, в свою очередь, постараемся учитывать все ваши замечания или пожелания относительно выпускаемого контента. Что касается сегодняшнего видео, то часто в комментариях попадается мнение, что в период Великой Отечественной войны задачу по уничтожению немецкой бронетехники на поле боя выполняли прежде всего танки Красной Армии и их экипажи. Из этого и возникают многочисленные споры о том, какой же танк во встречном столкновении лучше. Однако почему-то забывается то обстоятельство, что концепция крупных наступательных операций с введением механизированных корпусов на участках прорыва обороны противника, принятая в РККА к началу войны, а именно концепция Триандафилова, с учетом применения противникам тактики внезапных глубоких охватывающих танковых ударов, себя не оправдала. По мнению многих военных историков, такая форма противодействия бронетанковым подразделениям вермахта, как встречный танковый удар со стороны подразделений РККА, был намного менее эффективен и приводил к большим потерям, чем оборонительные действия с использованием тех же танков. В дальнейшем концепция применения бронетехники в Красной Армии уже с учетом кровопролитных танковых сражений 1941 года изменилась. Этому было несколько причин. Во-первых, большое количество танков было потеряно на начальном этапе войны, так и танковых экипажей, тех самых квалифицированных кадров, от которых и зависит успешность действий танковых подразделений. Во-вторых, быстро восполнить нужду фронта в бронетехнике советская промышленность в условиях потери части заводов и эвакуации другой не могла. В-третьих, стало очевидно, что структура танковых подразделений ввиду малого количества требуемых танков, тактики применения танковых соединений и использования новых видов бронетехники нуждается в пересмотре, что нашло свое отражение в изменении организационно-штатной структуры бронетанковых подразделений в 1942, 1943 и 1944 годах. Кстати, пишите комментарии, интересно ли будет такая тема, если, скажем, сравнить особенности бронетанковых соединений вермахта и РККА в части их состава, организации, укомплектованности и основных задач на поле боя. В общем и целом, возникает такой вопрос. Если бронетанковой техники в РККА на начальном этапе войны было недостаточно, какое же подразделение на поле боя должно было бы останавливать танковые клинья вермахта и уничтожать танки. Бойцам этих подразделений завидовали и одновременно сочувствовали. Ствол длинный – жизнь короткая, двойной оклад – тройная смерть, прощай Родина. Все эти прозвища, намекающие на высокие потери, достались солдатам и офицерам, воевавшим в истребительно-противотанковой артиллерии и ПТА Красной Армии. Однако сухие цифры статистики беспристрастны. На долю истребительно-противотанковой артиллерии пришлось 70% уничтоженных немецких танков. Среди артиллеристов, удостойных в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза, каждый четвертый – солдат или офицер истребительно-противотанковой подразделений. В абсолютных цифрах это выглядит так. Из 1744 артиллеристов, Героев Советского Союза, чьи биографии представлены в списках проекта «Герои страны», 453 человека воевали в истребительно-противотанковых подразделениях, главной и единственной задачей которых была стрельба прямой наводкой по немецким танкам. В СССР первый опыт создания специальных противотанковых орудий пришелся на самое начало 30-х годов. В 1931 году появилась 37-мм противотанковая пушка, представлявшая собой лицензионную копию немецкого орудия, предназначенного для той же цели. Год спустя на лафет этой пушки установили советскую полуавтоматическую 45-мм пушку и таким образом появилась 45-мм противотанковое орудие образца 1932 года 19К. Через 5 лет его модернизировали, получив в итоге 45-мм противотанковую пушку образца 1937 года 53К. Она-то и стала самым массовым отечественным противотанковым орудием, знаменитой 45-кой. Впоследствии было налажено производство ЗИС-2 и 76,2-мм орудия ЗИС-3. 45-мм орудия – главное средство борьбы с танками в Красной Армии предвоенного периода. Именно ими с 1938 года вооружались противотанковые батареи, взводы и дивизионы. До осени 40-го входившие состав стрелковых, горнострелковых, мотострелковых, моторизованных и кавалерийских батальонов, полков и дивизий. Например, противотанковую оборону стрелкового батальона довоенного штата обеспечивали взвод 45-мм орудий, то есть две пушки. Стрелкового и мотострелкового полков – батареи 45-к, то есть шесть орудий. А в составе стрелковой и моторизованной дивизии с 1938 года был предусмотрен отдельный противотанковый дивизион – 18 пушек калибра 45 мм. Но то, как стали разворачиваться боевые действия Второй мировой, начавшейся 1 сентября 1939 года с уторжения Германии в Польшу, быстро показало – противотанковая оборона на дивизионном уровне может оказаться недостаточной. И тогда появилась идея создать противотанковые артиллерийские бригады резерва главного командования. Каждая такая бригада была бы грозной силой. Штатное вооружение подразделение численностью 5322 человека состояло из 48 пушек калибра 76 мм, 24 пушек калибра 107 мм, а также 48 зенитных пушек калибра 85 мм и еще 16 зенитных пушек калибра 37 мм. При этом, собственно, противотанковых пушек в штате бригад не было. Однако, с их задачами более или менее успешно справлялись и неспециализированные полевые пушки, получившие штатные бронебойные снаряды. Увы, к началу Великой Отечественной войны завершить формирование противотанковых бригад страна не успела. Но и недоформированные эти подразделения, поступавшие в распоряжение армейского и фронтового командования, позволяли маневрировать ими гораздо более эффективно, чем противотанковыми подразделениями в штате стрелковых дивизий. И хотя начало войны привело к катастрофическим потерям во всей Красной Армии, в том числе и в артиллерийских частях, за счет этого был накоплен необходимый опыт, который довольно скоро и привел к появлению специализированных противотанковых подразделений. Очень быстро стало понятно, что штатные дивизионные противотанковые средства не способны всерьез противостоять танковым клиням Вермахта, а нехватка противотанковых пушек нужного калибра вынуждает выкатывать на прямую наводку легкие полевые орудия. При этом их расчеты, как правило, не имели необходимой подготовки, а значит порой действовали недостаточно эффективно, даже в выгодных для них условиях. Кроме того, из-за эвакуации артиллерийских заводов и массовых потерь первых военных месяцев, нехватка основных орудий в Красной Армии стала катастрофической, поэтому распоряжаться ими нужно было гораздо бережнее. В таких условиях единственным верным решением было формирование особых резервных противотанковых частей, которые можно было не просто ставить в оборону по фронту дивизии армий, а маневрировать ими, бросая на конкретные танкоопасные направления. О том же говорил и опыт первых военных месяцев. И в итоге уже к 1 января 1942 года в распоряжении командования действующей армии и ставке Верховного главнокомандования имелись 1 противотанковая артиллерийская бригада, действовавшая на Ленинградском фронте, 57 противотанковых артиллерийских полков и 2 отдельных противотанковых артиллерийских дивизиона. Причем они действительно имелись, то есть активно участвовали в боях. Достаточно сказать, что 5 противотанковым полкам по итогам сражений осени 1941 года было присвоено только-только введенное в Красной армии звание гвардейский. Еще через три месяца, а именно 3 апреля 1942 года, вышло постановление Государственного комитета обороны, вводившее понятие истребительной бригады, главной задачей которой становилась борьба с танками вермахта. Однако ее штат вынужденно был гораздо скромнее, чем у подобного довоенного подразделения. В распоряжении командования такой бригады было втрое меньше людей – 1795 бойцов и командиров против 5 422, 16 пушек калибра 76 мм против 48 по довоенному штату и 4 37-мм зенитки вместо 16. В списке штатного вооружения появились 12 45-мм пушек и 144 противотанковых ружья. Ими были вооружены два пехотных батальона, входивших в состав бригады. Кроме того, ради создания новых бригад Верховный главнокомандующий приказал в течение недели пересмотреть списки личного состава всех родов войск и изъять весь младший и рядовой состав, ранее служивший в артиллерийских частях. Именно эти бойцы, пройдя короткую переподготовку в запасных артиллерийских бригадах, и составили костяк противотанковых бригад. Но доукомплектовывать их пришлось все равно бойцами, не имеющими боевого опыта. К началу июня 1942 года в Красной Армии действовали уже 12 новосформированных истребительных бригад, в составе которых, помимо артиллерийских подразделений, были также минометный дивизион, инженерный минный батальон и рота автоматчиков. А 8 июня появилось новое постановление ГКО, которое сводило эти бригады в четыре истребительные дивизии. Ситуация на фронте требовала создания более мощных противотанковых кулаков, способных останавливать немецкие танковые клинии. Менее чем через месяц, в самый разгар летнего наступления немцев, быстро продвигавшихся на Кавказ и к Волге, вышел знаменитый приказ номер 05-28 о переименовании противотанковых артиллерийских частей и подразделений в истребительно-противотанковые артиллерийские части и установлении преимуществ начальствующему рядовому составу этих частей. Отдельными пунктами указывались и особые финансовые условия для новых частей, а также нормы по возвращению в строй раненых бойцов и командиров. Так, начальствующему составу этих частей и подразделений был установлен полуторный, а младшему рядовому двойной оклад денежного содержания. За каждый подбитый танк расчету орудия также полагалась денежная премия. Командиру и наводчику по 500 рублей, остальным номерам расчета по 200 рублей. Примечательно, что первоначально в тексте документа фигурировали другие суммы – 1000 и 300 рублей соответственно. Но подписывающий приказ верховный главнокомандующий Иосиф Сталин собственноручно снизил расценки. Что же касается норм по возвращению строй, то весь начальствующий состав истребительно-противотанковых частей, вплоть до командира дивизиона, нужно было держать на особом учете. И при этом весь состав после лечения в госпиталях требовалось возвращать только в указанные части. Это не гарантировало, что солдат или офицер вернулся бы в тот самый батальон или дивизион, в котором воевал до ранения. Но и оказаться в каких-либо других подразделениях, кроме истребительно-противотанковых, он не мог. Новый приказ моментально превратил противотанкистов в элиту артиллерии Красной Армии. Но элитарность это подтверждалась дорогой ценой. Уровень потерь в истребительно-противотанковых подразделениях был заметно выше, чем в других артиллерийских частях. Не случайно противотанковые части стали единственным подвином артиллерии, где тем же приказом номер 0528 вводилась должность заместителя наводчика. В бою расчеты, выкатывавшие свои орудия на необорудованные позиции перед фронтом обороняющейся пехоты и ведшие огонь прямой наводкой, часто становились главной целью противника. Новые артиллерийские подразделения быстро набирали боевой опыт, который также быстро распространялся. Число истребительно-противотанковых частей росло. На 1 января 1943 года истребительно-противотанковая артиллерия Красной Армии насчитывала две истребительные дивизии, 15 истребительных бригад, два тяжелых истребительно-противотанковых полка, 168 истребительно-противотанковых полков и один истребительно-противотанковый дивизион. А в Курской битве советская противотанковая артиллерия получила и новую структуру. Приказ Наркомата обороны номер 0063 от 10 апреля 1943 года ввел в составе каждой армии, в первую очередь, Западного Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов как минимум один истребительно-противотанковый полк армейского штата военного времени, 6 батарей 76-мм пушек, то есть всего 24 орудия. Тем же приказом в состав Западного Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов организационно вводилась одна истребительно-противотанковая артиллерийская бригада численностью 1215 человек, в составе которой были истребительно-противотанковый полк 76-мм пушек, всего 10 батарей или 40 орудий и полк 45-мм пушек, имевшие на вооружении 20 орудий. Сражение на Курской дуге стало главной проверкой артиллерийской элиты на прочность и она выдержала ее с честью. А бесценный опыт, за который, увы, бойцам и командирам истребительно-противотанковых подразделений пришлось заплатить очень дорогой ценой, вскоре был осмыслен и использован. Именно после Курской битвы легендарные, но к сожалению уже слишком слабые для брони новых немецких танков 45-ки, начали понемногу убирать из этих подразделений, заменяя их на 57-мм противотанковые пушки ЗИС-2. А там, где этих орудий не хватало на дивизионные 76-мм пушки ЗИС-3. К этому времени полностью была отработанная и принципиальная тактика боевого применения истребительно-противотанковых частей. Разработанные и опробованные еще перед Курской битвой системам противотанковых районов и противотанковых опорных пунктов была переосмысленна и доработана. Число противотанковых орудий в войсках стало более чем достаточным, для их применения хватало опытного личного состава и борьбу с танковой вермахта удалось сделать максимально гибкой и эффективной. Теперь советская противотанковая оборона строилась по принципу огневых мешков, устраиваемых на путях движения немецких танковых частей. Противотанковые пушки размещались группами по 6-8 орудий, то есть по 2 батареи на расстоянии полусотни метров друг от друга и маскировались со всей тщательностью. И огонь они открывали не тогда, когда в зоне уверенного поражения оказывалась первая линия вражеских танков, а только после того, как в нее входили фактически все атакующие танки. Такие огневые мешки, учитывая характеристики орудий истребительно-противотанковой артиллерии, были эффективными только на средних и коротких дистанциях боя, а значит риск для артиллеристов вырастал многократно. Нужно было проявить не только недюжинную выдержку, глядя, как почти рядом проходят немецкие танки, надо было угадать момент, когда открывать огонь и вести его так быстро, как только позволяли возможности техники и силы расчета. И при этом быть готовым в любую минуту сменить позицию, как только она оказывалась под огнем или танки уходили дальше в дистанцию уверенного поражения. Среди бойцов подразделения ЕПТА были свои асы, а точнее артиллеристы-снайперы. Такие, как, например, командир орудия 322-го гвардейского истребительно-противотанкового полка гвардии старший сержант Закир Асфандияров, на счету которого почти три десятка немецких танков, причем 10 из них, в том числе и шесть тигров, он подбил в одном бою. За это ему и было присвоено звание Героя Советского Союза. Наводчик орудия 493-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка сержант Степан Хаптяр, он воевал с самых первых дней войны, прошел с боями до Волги, а потом и до Одера, где в одном бою уничтожил четыре немецких танка, а всего за несколько январских дней 45-го года, девять танков и несколько бронетранспортеров. Послевоенная судьба истребительно-противотанковой артиллерии полностью повторила судьбу всех вооруженных сил СССР, менявшихся в соответствии с требованиями времени. Постепенно пропадала и необходимость в специализированных противотанковых артиллерийских частях. На смену пушкам пришли противотанковые управляемые ракетные снаряды. В штате мотострелковых подразделений появились части, вооруженные этим оружием. В середине 70-х из названия истребительно-противотанковых подразделений исчезло слово «истребительные», а через 20 лет вместе с советской армией исчезли и последние два десятка противотанковых артиллерийских полков и бригад. Но какой бы ни была послевоенной истории советской противотанковой артиллерии, она никогда не отменит того мужества и тех подвигов, которыми прославили свой род войск бойцы и командиры истребительно-противотанковой артиллерии Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Всем спасибо за просмотр, пишите свои комментарии и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok